Уважаемые коллеги, 35 лет минуло со времени трагедия на Чернобыльской АЭС, которая оборвала многие судьбы, нанесла огромный материальный ущерб, разрушила обычный уклад миллионов людей. Тогда в считанные часы на ее ликвидации были мобилизованы более 200 тысяч специалистов, в том числе военнослужащих. С риском для жизни они вступили в борьбу за безопасность людей. Несмотря на прошедшее после аварии время, ее последствия продолжают оказывать негативное влияние на пострадавшие территории. Учитывая масштаб трагедии, Генеральная Ассамблея ООН приветствовала решение Совета глав СНГ объявить 26 апреля Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Современные риски определяют новые вызовы, которые должны получить адекватный ответ. Авария на АЭС Фукусима-1, произошедшая 10 лет назад, заставила по-новому взглянуть на уроки Чернобыля. Обе аварии стали катастрофами мирового масштаба, и ликвидация их последствий требует системных научных решений. Считаем, что всестороннее сотрудничество и обмен опытом между государственными членами ООН позволят повысить эффективность мер по преодолению последствий этих катастроф. Субтитры создавал DimaTorzok